приветствую вас друзья пока вы видите на экране как я делаю разметку своего будущего рисунка хочу рассказать об одном высказывании известного художника-пейзажиста иван иванович шишкина как-то читал я книгу биографию его творчество описание его творчество это встретил одну фразу который меня очень заинтересовало думаю что это будет очень тоже интересно и вам всем кто занимается изобразительным искусством и начинающим художником и профессиональным и хочется вместе с вами просто поразмышлять на эту тему как известно иван иван шишкин он был не просто пейзажистом художником он очень хорошо знал лес природу изучал его и кроме живописи он очень много занимался рисунком вот чтобы изучить природу он делал огромное количество зарисовок и в этом смысле он был известен в свое время когда он жил как довольно таки известный рисовальщик и занимался фортом делал много гравюр рисунков и карандашом и в других техниках то есть он был очень хороший рисовальщик и вот в этой книге которая описывает его творчество я встретил фразу шишкин говорил о линии карандаша как музыки карандаша давайте вдумываемся в это в это слово в эту фразу музыка карандаша то есть это некая линия некое движение карандашом который создает не просто рисунок не просто штриховку создает какую-то особую атмосферу особое звучание и хочется как раз вот на этом остановиться поподробнее существуют различные приемы техники штрихования там штриховка может быть прямолинейная может быть изогнутыми линиями штриховка может быть разнонаправленная там виде какой-то текстуры даже можно штриховать то есть техник очень много и у меня на сайте если кому интересно есть специальная статья посвящена различным техникам штрихования видом штриховки кому интересно можете посмотреть ссылка внизу в описании вот но есть еще что-то необъяснимое то есть это некое впечатление от штриховки от линии которые действительно очень похожи на музыку так же как звуки сила звука тональность звуков паузы длительность звуков все это рождает мелодию вот так же линия нажим на карандаш толщина линии направление линии вид штриховки сочетание различных линий рождают какую-то неповторимую фактуру точнее текстуру которая или даже не текстуру а какую-то атмосферу в рисунке которая подобно музыке имеет свое звучание свой образ вот вот поэтому вот эта мысль мне очень понравилась и то что сейчас я делаю в своем рисунке это как раз попытка вот именно поработать в этом отношении попрактиковаться в различных техниках штрихования вот и в этом процессе очень важно именно тренироваться не только в плане техники но и в создании вот этого образного какого-то изображения впечатления от рисунка ну это вот как бы ключевая тема данного видео и сейчас я уже хочу немножко рассказать о том что делаю наверное вы обратили внимание как линия меняется меняется по толщине где-то я использую очень тонкую линию штриховки где-то штриховка выполнена плоскостью карандаша она очень широкая такая мягкая штриховка шерстяная такая линия образуется это достигается благодаря тому что карандаш затачивается грифель карандаша достаточно длинный и получается что художник имеет возможность работать как плоскостью карандаша то есть боком так и кончиком карандаша то есть самым пиком заостренным благодаря этому есть возможность создавать как волосяные такие тончайшие резкие линии так и широкие размытые мягкие линии и вот например сочетая одно и другое получается очень интересный эффект как будто вот там где размытые линии она как бы проваливается куда-то назад создается такой туман вот а то что выполнено острым штрихом он словно приближается сюда к нам и вот один из моих первых преподавателей который учил меня в детстве вот его графика как раз и отличалась таким подходом что он использовал сочетание широких и узких линий интересная вообще такая техника интересный подход и вот конкретно в данном рисунке я тоже решил вот так попробовать думаю что из этого получится ну не то чтобы раньше я так не делал делал конечно но вот сейчас именно хочется как-то основательно реализовать эту затею вот и там где линия изображает листву ветки вот эти скопления листочков вот здесь линия с одной стороны рисует контуры то есть форму самих листочков самих вот этих масс скоплений листвы а с другой стороны прорисовывая вот эти вот кудрявые листочки образуется не рисунок листвы а некая текстура как вот на обоях знаете такие текстурные фактурные обои абстрактные где не цветы изображены а там что-то в виде камушек трещинок каких-то таких абстрактных вещей вот так и здесь то есть штриховка точнее рисунок листьев когда форму пытаешься передать вот контуры рисовать вот эта линия превращается в некую текстуру и превращается в некую штриховку то есть штрих такой кудрявенький получается маленькими коротенькими линиями словно точками набираешь вот эту массу листвы и с одной стороны вот такое краткое касание о бумагу вроде бы это как бы рисунок листочков а с другой стороны это уже некая текстура некая попытка передачи фактуры и уже рисунок контурный превращается в штриховку то есть грань между штриховкой и рисунком формы предмета уже стирается ну когда в натюрморте рисуешь там все проще то есть контур кувшина нарисовал ну построение в смысле выполнил там ось симметрии эллипсы контур сделал то есть линейный рисунок а потом уже штриховка пошла ну по большому счету и в данной моей работе примерно тот же самый подход то есть сначала это линейная разметка рисунка линейный рисунок потом штриховка но в работе с листвой происходит некая некая размывка вот этой грани между линейным рисунком самой формы предмета и штриховкой то есть штриховка перерастает в рисунок формы а рисунок формы штриховку И получается, вот эта некая текстура, она создает иллюзию листочков, то есть, штриховать можно разнонаправленно, в виде полукруглых таких касаний карандашом, в виде точек, коротких линий, кудрявости вот этих вот, и создается определенная, я уже много раз повторял, говорю, текстура, но еще и образ, то есть, некое впечатление от дерева, от листвы. То есть, получается, я не рисую каждый отдельный листочек, а рисую некое впечатление, которое производит натура. И вот такой корявый штришочек в пейзаже очень хорошо передает и фактуру, и светотень, объемность дерева, и довольно интересно. Ну, сейчас, наверное, стоит также упомянуть и то, что очень важно, вот, да и, в принципе, во всех рисунках, ну, и в пейзаже, вот, в частности, это расстановка акцентов. То есть, обратите внимание, что в каких-то местах, например, тень на крупных ветвях или тень под листвой на первом плане, самые темные, самые темные тени. А все остальное там, вдалеке, на втором плане, хотя оно находится в тени, но оно уже чуть светлее, образуется такой занавес туманный, и все, что позади, проваливается туда-назад. И поэтому получается эффект, как сегодня модно говорить, 3D. То есть, эффект объемности, пространственности, многоплановости рисунка. Вот, поэтому расстановка акцентов очень важна. Это как можно сделать? Это можно сделать за счет контраста и резкости. То есть, композиционный центр, какие-то доминанты в рисунке можно выделить благодаря контрасту. То есть, контраст – это соседство очень светлого и очень темного. За счет этого изображение становится контрастным и выделяется на фоне всего остального. И резкостью можно, то есть, четкость линии, заточка карандаша, резкость, штриховки – это все тоже способствует выделению композиционного центра. Вот, все, что второстепенно, может быть менее контрастным и в дополнение еще несколько размыто. А может быть даже и обобщено. Да не может быть, а даже точно обобщено. Потому что чем больше детализации, тем больше привлекает внимание этот участок рисунка. Чем больше обобщение, тем больше это как бы уходит на периферию. Вот, и получается, что обобщенность или некая недосказанность в рисунке, она тоже способствует более выразительному рисунку, более такому выразительному звучанию. Ну и вот с чего мы начали – музыка карандаша. То есть, бывают такие сочетания штрихов, линий, которые вот трудно даже как-то классифицировать, объяснить. Но оно действительно как музыку карандаша рождает. Вот, и это нужно почувствовать. То есть, мало только понимать умом, как бы системно все разложить по полочкам – мало. Тут еще вот именно почувствовать надо. Не всегда это получается. Бывают рисунки, которые такие сухие, как говорил один из моих первых преподавателей. Вот, сухие, неживые, невыразительные. А бывает, что хоп, рисунок получился, и вот какой-то вот он такой вот живописный. Поэтому действительно как мелодия, которая бывает берет за душу, трогает за сердце, а бывает мелодия такая вот обычная, нормальная, хорошая, но обычная. Так же вот здесь. Что касается сейчас травы, здесь особенно это, наверное, будет очевидно, как я использую различные виды подхода к штриховке. То есть, где-то даже растер ластиком. И такое хулиганство, в кавычках, как бы некая небрежность, размытость, она тоже создает такую текстуру, которая похожа на лесной пространство. То есть, там трава, какие-то коряшки может быть, там кустарник, подлесок, что-то там вот такое корявое, да, в тени вдалеке. А на первом плане уже штрих чёткий, острый, продуманный. Штриховка, она где-то может быть плотной, то есть, промежутки между линиями штриха могут быть очень маленькие, почти отсутствуют, то есть, линии лежат рядом в штриховке. А может быть штриховка такой редкой, то есть, когда между линиями штриха хорошо заметны большие промежутки. И вот от этого тоже многое зависит. Поэтому много таких моментов, которые в реальной работе всплывают. Те, кто много занимаются рисунком, они, наверное, сейчас поймут мои рассуждения. Тут очень много таких нюансов, которые влияют на общее впечатление от работы, от рисунка. Данный сюжет, вот этого рисунка, он подразумевает отдельное дерево, и композиция здесь почти что симметричная, дерево посередине. Но всё равно я некую динамику пытаюсь сюда добавить, то есть, наклон дерева, лёгкое смещение дерева от центра в сторону, плюс ещё второй ствол дерева, тёмный, там вот вдалеке, внутри, вдали. Вот, он тоже как бы создаёт некую асимметрию. Вот, поэтому, вроде в целом, как бы симметричное построение композиции, но не совсем. То есть, некая асимметрия присутствует, и она тоже привносит динамику, и более живо воспринимается рисунок. Сейчас я прорабатываю второй план. Он, как видите, вот плоскостью карандаша и образуются широкие штрихи, такие ватные, мягкие. А ствол дерева заштриховывают тонким штришком, тонкой линией, острым кончиком карандаша. И штриховка коры дерева на стволе, она уже, ну, как бы, вот то, о чём я говорил вначале, грань между рисунком и штриховкой стирается. То есть, с одной стороны, я рисую трещинки коры, а с другой стороны, этим же я и заштриховываю. То есть, штрих превращается в рисунок коры. И делаю я его редким, чтобы силуэт ствола был яркий, светлый, на тёмном фоне листовый. Поэтому штриховка редкая, но чёткая, острая. За счёт этого дерево получается освещенным солнышком, и довольно-таки чётко воспринимаемая штриховка получается. Мы видим кору этого дерева достаточно ясно. И, в общем, все эти задачи выполнены, получаются. Отдельно, наверное, стоит упомянуть светотень, потому что в пейзаже это более сложно увидеть. Если там рисуешь шар, цилиндр, там всё просто. Свет, полутень, тень, рефлекс. А здесь ствол освещается цилиндрической формы. Получается, свет в данном моём рисунке где-то посередине, чуть в сторону. По краям больше полутени, тени. На стволе дерева и на ветвях. Но некоторые участки ствола и ветвей уходят внутрь листвы. И поскольку здесь освещение в такую ясную солнечную погоду, характер освещения такой контрастный. И поэтому некоторые части дерева, ствола и ветвей прячутся в листве. И листва загораживает. И на самом стволе есть тени, падающие тени от листвы. Ствол как бы прячется внутрь, в тень. В тень кроны, в тень листвы. И степень освещенности, и степень тёмности, так сказать, вот этих теней, тоже везде разная. То есть, где-то нажим на карандаш больше, где-то меньше. Где-то тени темнее, где-то светлее. Поэтому если всё одинаково прорабатывать, по тону я имею в виду, то будет скучно, однообразно и невыразительно. Поэтому где-то делаем акцент, и тени на самом стволе дерева где-то чуть посветлее, где-то чуть потемнее. И это тоже будет придавать живости. Ещё один момент – это способ штриховки. То есть, обратите внимание, я набираю штриховку такими островками, кусочками. То есть, не просто бесконечные точки, а точки собираются в островки, в группы. И одна группа в тени, другая в полутени, третья на свету. И вот такими кусочками набирается вся плоскость, всё поле рисунка. То есть, нельзя допускать, чтобы просто длинными штрихами всё однообразно заштриховать. Вот сейчас я проработал длинным штрихом. Он почти незаметен. Тот белый фон позади дерева. Потом, когда вы увидите весь рисунок целиком, вы поймёте, для чего я это сделал. Но чуть попозже расскажу. Сейчас делаю ветку, рисую. То есть, какие-то ветви сухие без листвы, какие-то выходят вперёд, какие-то уходят назад, прячутся за листвой. И ветки, они растут не только влево-вправо, но и вперёд-назад, в стороны, заслоняя с собой деревце или ствол. Тоже это нужно учитывать в работе, чтобы дерево не получилось такое, что ствол и ветки только в обе стороны растут. Здесь много тонов я использовал. Ну и, кстати, вот штриховка не везде одинаково проработанная. То есть, где-то я использую недосказанность. Вот, например, вверху светлые кусочки листвы оставляю нетронутыми, практически белыми. Это приемлемо только в особом виде рисунка. То есть, вот есть рисунок светотеневой, линейный, тональный. Линейный – это когда только контуры рисуют одной линией. Светотеневой – это когда условно передают свет и тень, не думая о тональности самих предметов. А тоновой рисунок – это когда учитывается все, общий тон, тон каждого объекта. Вот данная вольность, когда я периферию не дорисовываю до конца, оставляю белым, это как раз такой полунабросок, полурисунок. И здесь такая недосказанность приветствуется. Поэтому в периферии я не дорисовываю, вставляю белым. А вот то, о чем говорил вначале, фон позади ствола дерева, он вроде белый, но я чуть-чуть легонечко проработала его длинной штриховкой. И таким образом вот за стволом дерева образовался легкий серый тон. Он вроде бы как будто и белый лист, но слегка такой задымленный. И получается, что за белым стволом дерева образуется дымка такая, слегка небольшое затемнение, и за счет этого ствол дерева вышел вперед. Он как бы вспыл сюда на первый план. Поэтому длинным штрихом можно обобщать какие-то фрагменты рисунка, острым, точным штрихом, что-то прорабатывать детально. Что-то не дорисовывать, а оставлять таким недосказанным, обобщенным, недоработанным. То есть, может быть, второй план, может быть, по краям рисунка в периферии и так далее. Спасибо всем за внимание. Заходите на мой канал, если кто желает подписаться. Не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем всего самого доброго, творческих успехов! Субтитры сделал DimaTorzok